Девушки отдыхают Сегодня в нашей программе сплошь супергерои Привет, Игорек, опускай, опускай, железяки, опускай, зашибешь меня Уважаемые друзья, когда мы смотрели фильмы об американских спецназовцах То у нас перед глазами кто стоял? Арнольд Шварценеггер, Дольф Лунгрен, кто там еще? Сильвестр Сталлоне, огромные, красивые, накачанные Потом мы смотрим передачи, правдивые В спецназе нам говорят, нет таких спецназовцев Спецназовцы маленькие, юркие, проворные, бегают быстро Оказывается, есть Знакомьтесь, Игорь Ломов, майор спецназа российского Неоднократный чемпион мира и Европы по жиму лежа Неоднократный чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Кавалер двух орденов мужества Заслуженный боевой офицер Вы представляете мои габариты, посмотрите на него Какой там Рэмбо, какой Арнольд Шварценеггер Очнитесь, этот человек вот ныне служит Мало того, что служит, тренирует молодое пополнение в спецназе Игорек, чем ты занимался? Что это такое? Ну это просто подъем двух гирь В бронюне в простонародье, медлице так называемое И что оно тебе дает? Ну, для меня лично заряд бодрости и духа То есть это не штанга в 300 килограмм? Не, ну штанга это другое А ну покажи свои любимые упражнения Мне говорили, что ты даже на выходы с собой брал машину, там бросал С тобой вечно ругались, что ты гирь Ну было дело Так, ну-ка То есть жим Ну да Попеременный жим Попеременный жим двух гирей В периоды, когда нету штанги под руками, гири тебя спасают Что еще ты с гирьками делаешь? Какие упражнения? Да с гирями можно, в принципе, делать что угодно Их можно и на бицепс поднять Замечательное упражнение Можно и трицепс покачать ими, в принципе Это упражнение из-за головы Я не пробовал его, кстати, ни разу Да, очень сильно Ну так, в его руках любые гири кажутся игрушечными Можно просто побросать Побросать только не у меня Ну покажи что-нибудь давай В общем, да в принципе Слушай, а вот ты только с гирьками работаешь сейчас на этапе подготовки? Ну не, ну помимо силой подготовки требуется и функционалка А функционалочку чем работаешь? Ну медицинбол А что ты делаешь? Ну простое перекидывание как двумя руками, так и по одной Да, слепота И чего тебе этот мячик дает? Ну, я думаю, в принципе, любой боец и боксер Знает, для чего это делается Вот это вот и ударная техника Ну и относительно Выносливость Как дыхательная система А посильнее заряди Да ты просто железный человек какой-то Как и герой нашего следующего сюжета Выйти в ринг, с которым честь для любого бойца в мире Я думаю, Федора Емельяненко представлять не надо Убил Он родился в семье сварщика и преподавательницы ПТУ Был старшим братом в семье И вся ответственность за младших Сашу и Ваню была на Федоре Емельяненко Всю жизнь на спине меня протаскал из садика забирал Садик был, в котором Саша занимался Вот был Через два-три микрорайона Поэтому, чтобы побыстрее, чтобы не тащиться с ним Я его закидывал на себя И мы шли домой С десяти лет Федор начал заниматься самбо и дзюдо Но тогда он ничем не выделялся среди своих сверстников Разве что небывалой работоспособностью И несгибаемой волей То есть у вас в спортклассах Даже многие ребята были более талантливые Приходишь утром, он один бегает Все сдулись, а он продолжает носиться Вы же сказали Столько-то Я и делаю Столько-то И еще столько-то Серьезное отношение даже у мальчика было В начале нулевых, уже будучи чемпионом России и Европы по боевому самбо Федор принял решение выступать в чемпионатах по смешанным единоборствам Причина банальна Спортсмену были нужны деньги, чтобы прокормить семью Тогда мало кто мог подумать, что Емельяненко ждет десятилетняя эпоха доминирования в ММА Его никто не мог сломить Он был готов к любой ситуации на ринге Сокрушительные брости монстра Кевина Рэндалмана Корону удар левой ногой хорватского полицейского Мирка Крикопа Борьба с гигантом Хонг Манчоем Федор стал эталонным бойцом и примером не только для своих братьев Но и для всех российских мальчишек Благодаря Емельяненко произошел настоящий бум на смешанное единоборство в России Я равняюсь на Федора, пытаюсь быть таким же, как и он Если бы, наверное, не Федор, я бы не занимался этими, чем сейчас занимаюсь Шутит бывает, ругает Если что-то не получается, он может Но если Ивану отленится, то я могу ему дать такие наставления Скромность, честность, доброта Эти качества Федора Емельяненко отмечают абсолютно все, кому довелось с ним работать Легендарный голландский тренер Люсьен Карбин подготовил и воспитал 36 мировых чемпионов по различным видам единоборств Однако именно от работы с Федором у него остались самые теплые воспоминания Это очень мягкий, но очень сильный человек На ринге он киллер, убийца, но в жизни он очень добрый Я бы ему доверил работать со своими детьми Когда мы первый раз увиделись, он уже был крутым бойцом Но вел себя как скромный студент, потому что он пришел ко мне на занятия Он не говорил, я Федор Он говорил, я Федор Однако ничто не вечно В ММА проигрывают все, даже самые сильные В июне 2010-го Федор терпит первое за 10 лет поражения Через полгода второе, потом третье Соперники не верят в свою победу над Емельяненко А после оглашения результата кланяются Федору в ноги Ведь побежден не соперник, побеждена легенда Кумир Хотя американцы нашего бойца после трех поражений отправили на пенсию Емельяненко все еще остается кумиром миллионов Федор мой любимый боец Он слишком долго дерется в эпоху допинг-препаратов и гигантских соперников Я никогда не видел такого бойца, как он Он столько раз опровергал ставки и становился победителем Федор не мог так просто уйти И уже в конце 2011-го Емельяненко вернулся Одержав две важнейшие победы Над американцем Монсоном и японцем Иши Федор доказал, что списываться счетов его пока рано Он настоящий русский супергерой И другого такого в смешанных единоборствах пока не появилось Александр Журавлев, Павел Тренис, все включено Уважаемые друзья, напоминаю вам, что сегодня мы находимся в гостях у майора спецназа Игоря Ломова И он делится секретами производства настоящих спецназовцев, настоящих супергероев Что вы сейчас делаете вообще? Это элементы функциональной подготовки борцов Это бег на четырех костях в одну сторону и также потом в обратную сторону Потом кувырки вокруг своей оси в одну сторону и в другую Бег на коленях вперед-назад Это все без остановки? Это все делается без остановки Это тренировка вестибулярного аппарата, координации действий и согласованности групп мышц Ты что, подготовились? Стали на четыре кости Побегали Обратно Легли Вот такие внешне сложные упражнения дают такой эффект, да? То есть не надо ни спецоборудования, ничего А зачем? Это можно делать и даже на улице Оно на время каким-то образом делается? Вообще временные ограничения желательно, но опять же это достаточно одной-двух минуты Теперь к ковру туда подошли, все, встали, пошли к ковру туда Выпрыгивание с низкого сета Хорошо Выше ноги, ноги надо колени к груди подтягивать Кость, колени к груди подтягивать Вот так вот тренируют спецназовцы, вы думали Встали к стене Андрюх, все К стене встали, руками уперлись в стену Что сейчас будет? Это будем, как есть, сухое плавание, это сухой спринт, бег на месте С упором в стену, да? С выносом ноги к груди Что он дает? Опять же, это ускорение и взрывная сила в короткий промежуток времени И одновременно это просто дает очень хорошую выносливость на определенный промежуток времени Потому что ноги забиваются моментально Ну вот то, что нужно для спецназовцев Быстро сократить дистанцию, к примеру, да? Да, это нужен рывок 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 и максимальные усилия, которые к ним приводят Чтобы за короткий промежуток времени достичь цели Перебежать под огнем, сократить дистанцию с машины Но это и при общевойсковых операциях И также при освобождении заложников Очень важно Потому что там временные ограничения совсем другие Там это цена жизни Ну, поверим Игорю Он начавствовал ни в одной боевой операции В освобождении заложников В боевых операциях на Северном Кавказе Он знает, что он делает Смотрим, слушаем, запоминаем Ну что, поехали? Начали Ноги выше Резче, Андрёв Ещё быстрее И вот так вот бойцы бегают В течение 30 секунд И это делается Перерыв потом Такой же, на 30 секунд И это повторяется До 50 раз В зависимости от подготовленности Я бы скончался Быстрее Вот И дело в том, что это Одно из упражнений Которое входит в состав Всего комплекса Да, всего комплекса Всё 30 секунд отдыха и снова, да? И потом это повторяется До 50 повторов нагоняется Ну, получается от 50, да Где-то так Это очень мощно Ну, погодные условия разные Вырастете станете, как Игорь Погодные условия разные Поэтому, говорю, можно и на улице Можно в зале бегать Ты тоже это делал Таким большим стал? Ну Ты где служил, кстати? Западная группа войск 13-й отдельный батальон разведки Радиоэлектронной борьбы 2-й разведесантной роты Так ты десантник? Да Круто Кстати, как и герой нашего следующего сюжета Сергей Харитонов Человек, который отправил В технический нокаут Самого Алистера Аверима Прыжковая техника бойцов спецподразделения Через препятствия При проведении общевойсковых операций Подразумевает это Быстрое скрытие За естественными преградами При одолении естественных преград И в первую очередь Это еще умение падать Потому что при падении Можно получить легко травму Достаточно серьезную травму И дело в том, что Когда борца учат бороться По-моему, сначала учат падать А затем уже идет дальнейшее То есть спецназовцы тоже учат Сначала падать Правильно падать Это великое дело Ну да Это по статистике Гололеда можно определить Кто умеет падать Тот все мало чего ломает А учитывая, что они еще в экипировке В экипировочке тоже прыгаете, бывает, да? Ну, как правило Все происходит в экипировке Это бронежилет, каска И оружие Оружие находится в руках Оружие при кувырках Не переведешь за спину Ну да Как правило Вот в этих двух руках Находится автомат То есть не сильно ты упрешь Сонаризировать Ну да Ну, в принципе, можно закончить уже Прыжки Так, следующее упражнение Следующее упражнение На руки к стене Начали И отжимаемся Что дает это упражнение? Ну, это упражнение, опять же Это тренировка вестибулярного аппарата Чтобы держать тело в равновесии Ну и развитие сил рук Плечевого пояса И кистей Вот, можно же в дальнейшем С элементами акробатики, опять же Да, можно опять же потом сделать Выворот кистей Можно сделать на пальцах Это уже будет зависеть от подготовленности Бойца В дальнейшем Ну все, закончили Ласки сюда ставим Я смотрю, вы обходитесь Минимумом средств, да? То есть то, что можно найти в любом месте Потом сказывается В командировках Можно использовать Любой подручный материал Не имея какого-либо Специального оборудования Если кто хочет Тот ищет способы А кто не хочет Тот ищет причины Причины Было бы желание Можно заниматься даже в поле А что сейчас будет за упражнение? Прыжки на одной ноге По диагонали Через препятствия Давай, Кость Это, будем говорить так Закаливает и голеностоп И опять же тренировку вестибулярного аппарата Потому что есть такой В десантных войсках На полосе Голеностоп, так называемый Я знаю это Это врытые бетонные Кубы Под разными углами И бойцы по ним бегают И как сказать Тренируют Тренируют себе голеностоп На городке воздушно-инстантной подготовки Как правило было Ну да Да, я понял Будете делать такие простые упражнения Отжиматься на руках Не с головой Прыгать на одной ноге И будете сложены Вот как Геракл Потому что Игорь Мне напоминает Геракла А герой нашего Следующего сюжета Мне больше напоминает Все-таки Аполлона Это Лисуков Это снова мы И я вам напоминаю Что сегодня у нас в гостях Спецназовец Майор Кавалер Двухорденов мужества Игорь Ломов Чемпион Неоднократный По жиму лёжа И сейчас Игорь Поделится своими секретами Как он готовится К чемпионатам По жиму лёжа Какова техника Его выполнения Жима лёжа И чем это ему Помогает в службе Игорёк Ну что ты Расскажи мне пожалуйста Вот как ты готовишься Применовательный результат Безэкипировочный 242,5 килограмма Ну это не такой большой В принципе Я не считаю себя Профессиональным спортсменом Потому что есть люди Больше поднимают Но учитывая Но эти люди Не бегают с автоматом Каждый второй день Ну да Для меня это будет Хобби Ну покажи пожалуйста Технику выполнения Жима Вот хобби Хобби 242 килограмма Просто хобби Что мы делаем Упор ножками Сначала лопатки Собираем Собрали спинку Да Сделали упор в ноги Долго доходило Что жим Как и удар в боксе Идёт с ног Я этого долго понять не мог Ты головой Голову поднимаешь При жиме Я смотрю да Ну да Я прижимаю В основном А ты почему Её поднимаешь Тебе так удобнее Жать Я попробовал И мне стало легче И стало легче Да То есть чистым Таким практическим путём Да Как часто Жимовые тренировки делаешь В данный момент Мне получается Одна жимовая тренировка Раз в 4 дня Раз в 4 дня Кроме жима Выполняешь ещё Какие-то Ну Базовый жим Так Дожим из брусков Жим в слинкшоте Жим узким хватом Жим под углом Естественно Жим под всех его Естественно Трицепс Широчайшие Плечи Сколько тренировок Неделя получается С весом Ну Основные тренировки Начинаются Где-то Базового жима Это рабочие веса 200 210 215 215 220 Лучше был Жим 230 На 3 Достаточно Прилечено Скажи пожалуйста Вот каким образом Тебе жим Помогает Твоей службе Вот Где жим Где служба Спецназа Где кажется На бежу Ну если бы Нужно Не только жим А вообще Занятия И железом С тяжестями Спортом Функционалкой И все остальное Такой простой пример Что Во время спецоперации В Дагестане В 99-м году РД Было экипировано Это ящик 7-62 Вросыпной патрон Ящик Не цинк Не цинк Ящик СП-5 Это патроны Такие специальные Патроны Для малогабаритного Автомата 9А9.1 22 ВОГа Для подствольного Гранатомета Гранаты Четыре ручных Гранаты Дымы Осветилки Автомат Пистолет Муха 22 Килограмм 70 Я насчитал Ну да Где-то так Но учитывая то Что РД было усиленно Прошито Потому что Стандартный РД Лямки рвутся Как правило Сам прошиваешь Усиливаешь Нормально выдерживает То есть ты носил Больше всех в отряде Не но Не сказать что Ну побольше конечно Здоровье позволяет Но Много бойцов Чуть поменьше Но тоже Вес довольно таки Приличный То есть занятия с тяжестями Занятия именно силовой подготовкой Функциональной Это основа все таки Спецназа Просто таким весом люди не встают Не то что идти к ул Ну есть такая поговорка У десантника Десантник говорит Две минуты орел Все остальное время Скакова и лошадь И ты запомнил это Ну да В принципе так оно и есть А если не секрет Скажи сколько тебе лет? Я 70-го года рождения Мне сейчас 41 год Мой сверстник Мой сверстник Я 42 Ну мне будет только 42 В октябре А мне уже было 42 Видите какие в 70-м году Парни выпускались Один краше другого Давай еще разочек Покажи технику жима Подход следующий Ты сам снимаешь всегда? До какого веса Ты снимаешь сам? До До 190 До 190 ты сам убираешь Да? А дальше через подачу А дальше да Хорошо Надо попробовать Жить кстати Как ты с поднятой головой Я прямо сегодня и попробую Да Молодец Молодец конечно Если вы думаете Что мировые рекорды Могут устанавливать Только русские богатыри Вы сильно заблуждаетесь Я знаю одну девочку Которая играючи устанавливает Мировые рекорды Знакомьтесь Марьяна Наумова Что такое специальная Физическая подготовка Спецназовца В принципе сейчас Просто берется ящик С чем? С боекомплектом Ну это боеприпасы Вот Они переносятся На другой конец поля Потом обратно Затем Боец Берет своего напарника На мельницу Это имитирует Переноску раненых Так же он бежит Это все без остановки Это делается без остановки Затем он ложится Здесь по пластунски Ползет На другой конец поля Вот В принципе это все элементы Которые непосредственно встречаются Во время проведения Боевых действий Общевойсковых Вот Дальше он там На конце поля Легкая небольшая штанга Вот Рассчитанная Он просто поднимает С пола на грудь Выталкивает вверх Кладет Штангу на спину Приседает Опять его толкает Так делает в течение минуты После этого он идет Подтягивается максимальное количество раз Отжимается на брусьях Максимальное количество раз И с максимальным ускорением Бежит сюда Это один круг закончен Да, это один круг Затем он меняется с напарником И так делается 2-3 круга И это не вся тренировка Будем говорить так Это как один из видов упражнений Специального оборудования Его закрыт Ему аплодировал стоя Сам Арнольд Шварценеггер А вот тренер сборной России До сих пор говорит У Михаила нет потенциала Век тотального пивасика И дома 2 Богатырство Это просто, знаешь, Как будто какой-то Миф, знаешь Мы качки Нас народ называет качками На его лице всегда улыбка В Челябинске его знают все Куда бы он ни пришел Привет Михаил Кокляев Патриот Серые дома Улицы, дороги Металлургическое производство Без всего этого Силач не представляет свою жизнь Именно вот эта вот Брутальность заводская Она тоже как-то повлияла На дальнейший ход Моей карьеры спортивной Потому что Всегда льстила Мне как спортсмену Смотря на ребят Которые приезжают С Новой Зеландии Приезжают С экологически чистой Прибалтики А я внутри себя понимал Что я приезжаю Из брутального Челябинска Каждый раз провожаешь мужа Как на войну Знаете И всякий раз молишься Чтобы было без травм Что приехал целый И я Мише всегда говорю Миша, не важно Какое место ты займешь Это твоя победа Это твои соревнования Оксана своего супруга Поддерживает во всем Провожает на соревнования Первый узнает о его победах А по возвращению Заботливо собирает медали и кубки Которые заполонили Всю детскую комнату Да я даже не знаю Сколько их медалей В тяжелой атлетике Он добился всех высот в России Теперь его заветная мечта Олимпийская медаль Но спортивные функционеры Кандидатуру Кокляева В качестве олимпийской надежды Настойчиво игнорируют Устав обивать пороги Национальной сборной И перейдя в силовой экстрим Михаил не опустил руки Став вице-чемпионом мира Он получил международную признательность Всегда сравнивал силовый экстрим с тяжелой атлетикой Силовой экстрим это стрельба Из тяжелой такой мортиры А тяжелая атлетика это стрельба Из винтовки с оптическим прицелом Он научился стрелять из обоих орудий На отлично Только замечать это привыкли не на спортивном помосте А на улицах любимого города Так однажды увидев улетевшую машину в кувет Михаил не остался в стороне Тренер мой сидит, говорит Че смотришь, иди вытаскивай Ну я выхожу Фортклоп Беру, так поднимаю Его, и вот так вытаскиваю Ну вот И там тоже, наверное Выходец с Азербайджана Или с Армении Он дверь открывает Говорит Спасибо, брат И поехал Вот это было по-настоящему И при том, и стоят машины, которые за нами были Мы были в первом ряду перед светофором Сзади стояли машины И все начали сигналить Я так перед тем, как в машину сесть Я так, тадам И раз в машину сели, и поехали Он уже всем все доказал И в России, и за пределами Родины Михаил Кокляев Вот имя современного российского богатыря Творящего добро другим во благо Александр Кузьминых Евгения Альярник Все включено Все включено Стрельбу окончил Есть еще порох в пороховницах Давай, отмечай И, внимание, внимание Это не специально Раз Два Есть? Есть Так Раз Раз Два Есть Прям выбил пистолет из руки Четко попадание Смотри Раз Два Я молодец Ломов Раз Зато какой, скажи Есть Два И вот второе попадание Дани Народ, я обстрелял Ломова Обстрелял Подтверди Майор Майор, подтверди Ну, хоть в чем-то я должен быть лучше А то ты ходишь, здоровый, жмешь там Людей крутишь Настоящая Рэмбо Кстати, хотел тебя давно спросить А ты силовым экстримом не пробовал заниматься? Конкретно не пробовал Была травма спины, но Ну, если бы не травма спины, то я думаю Потаскал Ну, я думаю, еще все впереди Еще все впереди? Да Смотрите наш следующий сюжет Там парни делают просто чудеса А им стоит опасаться Потому что скоро Ломов Окрепнет от травм И возьмется за силовой экстрим Снимая в сегодняшней передаче Я обнаружил в себе Остатки Супермена Я уверен, что Суперсила Дело наживное И если будете заниматься Как Игорь Ломов Или герои нашей передачи Вы обязательно станете Неуязвимым А с вами был Игорь Ломов Сергей Бадюк Телеканал Россия-2 Берегите себя Субтитры создавал DimaTorzok